Подобные акции в том или ином виде проводятся довольно регулярно. На этот раз она называется «Добрый переход». Многие, наверное, думают, что времена пионеров, которые могли запросто перевезти старушку через дорогу, давно прошли. На самом деле нет. Только называются они не пионеры, а волонтеры. И переводят не только старушек. Большинство опрошенных нами нижегородцев считает, что акция напрасно не пройдет. Для детей необходимо, чтобы знали правила. Ну а для нас, для взрослых, тоже иногда неплохо. Не нужна, наверное, ведь не все могут перейти самостоятельно. У меня, например, сердце радуется, потому что я понимаю, что появилась культура поведения на дороге людей. А то, что школьников нужно учить детей, и когда это происходит в такой игровой, какой-то интересной форме, запоминающейся, это, конечно, очень хорошо и очень важно. Я считаю, что это только плюс. Но есть и те, кто с этими мнениями не согласен. Пока камеры у перехода есть, все становятся вежливыми. А вот что потом? Я считаю, что не вижу никакого толка. Все равно, как нарушали, так и будут нарушать. Потому что сегодня она стоит, завтра она не стоит и не будет уже такого. Будут все равно не пропускать и подобные вещи. Но еще раз повторим, такие акции – это не разовые вещи. При этом профилактика – только часть большой работы. И градостроительные меры, и технические, и медицинские, и образовательные, и подготовка водителей, и оптимизация законодательства, изменение законодательства и так далее. То есть направлений работы очень много. Один из участников что-то из серии «Вредные советы». Капюшон, наушники, темная одежда. Своим примером показывает, как, точнее, в чем не надо переходить через пешеходный переход. Очень часто сам вижу то, что люди даже моего возраста, бывают старше, бывают младше, именно вот в такой одежде переходят дорогу. И не убедившись в том, что их водители пропускают, начинают переходить дорогу, и бывает то, что попадают под колеса. Ну, вы-то обычно как переходите? Сняв капюшон, убедишь, посмотрев по сторонам, убедишь, что меня пропускают, перешедут дорогу. Переодеваться перед переходом в светлое, конечно, никто не требует. Но можно, например, фликер на одежду прикрепить. Тогда в темное время суток пешеход станет заметным. Да, правила дорожного движения обычно на стороне пешеходов, тех, кто переходит дорогу, так, как ему предписано. Да, водитель в случае ДТП на пешеходном переходе, скорее всего, будет наказан. Но будет ли от этого легче самому пешеходу? Максимум, чем рискует водитель, это свобода. Пешеход рискует жизнью. Я в первую очередь говорю о безопасности пешеходов. Еще раз подчеркиваю, беспокойтесь о своей безопасности сами. Не доверяйте свою безопасность вот этому водителю. Зачем вы доверяете чужим? И я говорю о том, что прежде чем вступить на пешеходный переход, вы убедитесь, что водители вас заметили, и вы спокойно и быстро можете пересечь этот пешеходный переход. Вопросов нет, молодой человек. Если вы доверяете вот этому товарищу, вот тому товарищу, я ничего не имею против. Но я обращаюсь к вам, чтобы вы этого не делали. ДТП на пешеходных переходах – одна из немногих разновидностей происшествий на дороге, по которым нет существенного снижения. В этом году в таких авариях погибло уже 19 человек. Еще один факт. 11 ноября из 15 ДТП – 13 – это наезды на пешеходов. Надо отметить, что и та, и другая категория участников движения не является белой и пушистой. Нарушают все. Причем, согласитесь, есть даже какой-то антагонизм между водителями и пешеходами. Но надо помнить две вещи. Во-первых, абсолютно все так или иначе становятся участниками дорожного движения. Абсолютно все. Во-вторых, многие часто оказываются по обе стороны баррикад. Вышел из машины – сразу пешеход. Александр Быков, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ.